Сегодня поговорим про иски МРСК Центра и Приволжья к Тульской энергоизбитовой компании о взыскании стоимости услуг по передаче электроэнергии, а также процентов за использование чужими денежными средствами на общую сумму около 2 млрд. рублей. Кстати, эти денежные претензии у сетевиков возникают систематически, но все обходилось без судов. ТЭК в последний момент гасил долги и снова их наращивал. С января прошлого года, когда тульская заботовая компания начала работать в качестве гарантирующего поставщика в масштабах всей области, произошел казус. В декабре 2013 года шел процесс передачи полномочий гарантирующего поставщика от филиала Тулэнерго к ТЭКу. Некоторые потребители заплатили с бытовой компанией. В итоге часть денег до Тулэнерго не дошла. Попытки разобраться путем переговоров ни к чему не привели, и сетевики требовали оплатить счета, так как платить должны были им напрямую. Затем долги накапливались как снежный ком, и к осени прошлого года сумма перевалила за 400 млн. рублей. Поэтому компания подала иск по поводу неплатежей. Но незадолго до дня, когда этот иск должен был рассматриваться, ТЭК оплатил долг в полном объеме. Со вторым иском произошла та же самая история. И если в этот раз ТЭК не погасит накануне суда долги, то филиал Тулэнерго гарантированно это разбирательство выиграет. И тогда перед бытовой компанией появится перспектива банкротства. Надеемся, что до этого дело не дойдет, и ТЭК погасит свои огромные долги. Но ведь это не выход из ситуации. Такую игру можно вести на протяжении очень длительного времени, но только ведь никто не выигрывает. Сегодня же процесс нарастания долгов в самом начале, и есть возможность справиться с собственными силами, не вынося ссоры из СБ, то есть за пределы нашего региона. Но для этого необходимо вмешательство руководящего состава области, иначе процесс может пойти и по нарастающей. А в условиях новых экономических реалий ни к чему хорошему это не приведет.